Доброе утро, дорогие мои коллеги садоводы. Сегодня у нас с вами особый гость. Гость для вертикального озеленения. Это клематис. Одна из самых роскошных, великолепных и несложных в уходе лян. Когда говорят совсем простые растения в уходе, это не про клематис. Когда говорят очень сложные в уходе, это тоже не про клематис. То есть все в меру. Нужно знать базовые моменты по уходу за этим растением. Один из базовых моментов, это нужно знать при покупке клематиса, уже на этапе покупки, а не только посадки. То есть до покупки нужно знать, какую группу клематисов вы будете покупать. Клематисы делятся на три группы обрезки. Это очень важно знать. Есть первая группа обрезки, вторая и третья. Вот у меня сейчас клематис первой группы обрезки. Еще его называют княжек. Клематис ботанический, клематис мелкоцветковый. Вообще это чудесная лиана. Вот у меня здесь клематису три года. Он уже вот дает первые почки, первые вот такие сейчас зацветут красивыми розовыми колокольчиками. Вот это клематис самый беспроблемный. Его можно не обрезать, с опорой не снимать. Он в любом случае будет свисти на побегах прошлого года и вас радовать. Но я почему-то уже привыкла свой клематис обрезать сильно, как третью группу обрезки. Но тем не менее, то есть первую группу вот таких клематисов можно не обрезать совсем. Вот вы его оставили в зиму и он у вас так и растет. Если вы хотите получить огромные крупные цветы, то тогда обращаем внимание на вторую и третью группу обрезки. Третья группа обрезки, она самая простая для начинающих садоводов, потому что обрезать эти клематисы осенью при подготовке к зиме нужно всего на 10-15 сантиметров от уровня почвы. Цветет этот клематис на побегах текущего года. То есть вот такое мощное растение, которое за один сезон выгоняет огромное количество побегов и цветет уже в этом году. Клематисы второй группы обрезки, они в основном цветут на побегах прошлого года. Есть сорта, которые цветут на побегах и прошлого года и текущего года. В этой группе собраны крупноцветковые и очень много махровых клематис. Особенность их в том, что сложно сохранить в зиму. Такой совет. Обрезаем клематис на высоту всего-навсего полтора метра. Укладываем все, что мы вот оставили, колечком на дощечку, либо на агроткань. И сверху также прикрываем агротканью. А корневую присыпаем торфом. Все. Весной поднимаем наш клематис и он у нас прекрасно сохраняется. Все, что мы обрезали, конечно, утилизируем. Вот и, собственно говоря, все основные группы обрезки. Встает зачастую вопрос, и многие советуют. Когда сажаете молодой клематис, нужно его обрезать, чтобы формировалась хорошая корневая система. Мой ответ однозначный. Нет, нельзя этого делать ни при каких обстоятельствах. Когда вы берете молодое растение, наша с вами задача его правильно посадить. Как правильно посадить, я вам расскажу завтра. Но самое главное, его нельзя обрезать. Поскольку мы сегодня говорим о группах обрезки, то сразу скажу, что молодой клематис нельзя обрезать по одной простой причине. Корневая система не сможет получить нужного питания, если не будет надземной части, которая питает растения, проходит там все процессы фотосинтеза активного роста. Поэтому при посадке молодые клематисы не обрезаем. Мы уже разобрались, какие группы клематисов бывают. Надеюсь, что вы уже определились. А сегодня поговорим о правильной посадке клематиса, потому что это очень-очень важно. И начнем мы с выбора места. Это, пожалуй, одно из самых главных условий. Для того, чтобы клематис был шикарным, обильно цветущим, вот посмотрите уже сколько бутонов вот на этом малыше. Он весь уже в бутонах, причем с минимальной подкормкой. Знаете почему? Место выбрано правильно. Итак, клематис обожает солнышко. Он очень любит солнечные ванны, но при этом ножки его должны быть затенены. Итак, вершки на солнышке, корешки под землей в тени. Как же этого добиться? Сделать все очень и очень просто. Выбираем солнечное место, делаем посадочную яму. Посадочную яму мы делаем с вами достаточно глубокую. Если у нас первогодка, заглубляем корневую систему растения на 5-7 сантиметров. Если растению 3 года и больше, то можно заглубить до 10 сантиметров. Если клематис взрослый, то минимум 15 сантиметров заглубляем. В посадочную яму можно добавить при посадке древесную залу, можно добавить суперфосфат, можно добавить перегной. Ни в коем случае никакого свежего навоза. Для клематиса это погибель. Хороший плодородный грунт и можно добавить немножко песка. Клематису это, поверьте, очень понравится. Сажаем клематис по центру. Как я уже сказала, хорошо заглубляем его и ждем, пока он будет расти. Что нужно, чтобы он хорошо у нас нарастал? Конечно же, своевременный полив, хорошее питание. Можно подобрать комплексное минеральное удобрение и подкармливать несколько раз за сезон. Если почва не замульчирована, то можно брать гранулированное. Если почва замульчирована, то лучше брать жидкое удобрение. Либо даже есть специализированные удобрения для лиан, либо для цветущих. А вот теперь внимание. Как же притянить корневую систему, если все растение находится на солнышке? Многие эксперты советуют, посадите хосты. Да, можно посадить хосты, но при этом хочу обратить ваше внимание, что не все хосты растут на солнышке. Если у хосты сорт с голубым восковым налетом, он просто сгорит на солнце. И вы не получите ни красивого клематиса, ни красивой хосты. Поэтому обращайте внимание, чтобы сорта были невысокие и только те, которые растут на солнышке. Как правило, хороший производитель всегда это указывает. Вариант второй. Если у вас сад, в котором вы можете позволить себе разгуляться и в красках, и в растениях, сейте календулу, сейте бархатцы, сейте и берест, любые однолетние цветы. Они притянят корневую систему клематиса и создадут как раз очень хорошее подспорье для того, чтобы внизу был один цвет, сверху другой. Ну а для любителей шикарного изыска можно посадить в ноги к клематису почвопокровную розу. Ветки, которые роза разбросит на длину от 80 сантиметров до полутора метров, как раз притянят корневую систему. И можно собрать в комплексе, например, невеста, белый клематис, розовая роза. Либо наоборот, можно сделать на контрасте красный клематис, белая почвопокровная роза. Нашему с вами творчеству на наших участках нет предела. Мы с вами как художники, но мы рисуем картину своего сада именно растениями, красками. А кто нам может запретить сажать, как нам нравится? Конечно же никто. Дорогие мои коллеги, такого огромного выбора клематисов вряд ли вы найдете в Туле, который сейчас в нашем садовом центре Северина. У нас шикарные клематисы всех трех групп обрезки. И первый, и второй, и третий. Масса других растений. Огромное количество удобрений, средств защиты. Потому что сейчас нужно уже защищать наши сады от насекомых-вредителей и от болезней. Даже те, кто делал обработки весной. Обязательно заходите на наш сайт www.severindefis71.ru Звоните по номеру телефона и оформляйте заказы 8 800 249 81. Напомню, что звонок для вас бесплатный. Или приезжайте сами в наш садовый центр. Мы находимся по адресу город Тула, Олексинское шоссе, дом 34. Работаем без выходных с 9 до 19. Наша открытая сезонная площадка наполнена таким богатым выбором растений и таким количеством. Если вы обратили внимание, то мы в этом году все растения поставили на столы. Для того, чтобы вам удобно было выбирать, не нужно наклоняться. Можно ходить между столами и выбирать те растения, которые вам по душе. А наши консультанты вам в этом обязательно помогут. С вами, как всегда, была Ирина Ульянова и сеть садовых центров «Северин». До новых встреч!